Для того, чтобы структурировать код программы и избежать дублирования кода, в программировании используются функции. Для того, чтобы определить функцию в C++, нужно указать ее сигнатуру. Сигнатура состоит из возвращаемого значения, имени функции и списка формальных параметров. У каждого формального параметра нужно указать тип формального параметра и его имя. Сама по себе сигнатура может использоваться как объявление функции. В том случае, если определение функции находится где-то в другом файле, и мне нужно использовать эту функцию, для этого мне нужно объявление. Если я хочу определить функцию, то после сигнатуры мне нужно указать тело функции. Это список инструкций, объединенный в блок. Для того, чтобы вернуть значение из функции, используется оператор return. В данном случае функция принимает одно значение типа double, возводит его в квадрат и возвращает. Внутри функции можно определять переменные. Эти переменные будут локальными, то есть они будут недоступны снаружи функции. Если функция закончила свою работу, то переменная перестает существовать. Если функция ничего не возвращает, то есть если эта функция является процедурой, то в качестве возвращаемого значения нужно указать тип void. То есть это специальный пустой тип, который не содержит значения. Важно отметить, что параметры функции принимаются по значению. То есть если создать некоторую переменную и передать ее функцию, то передастся не сама переменная, а лишь ее значение. В данном случае определена некоторая функция, которая принимает два значения типа double и присваивает первому значению второе значение. Функция называется strange по той причине, что эта функция не модифицирует никакие внешние переменные. То есть результат ее работы никак не виден снаружи. Поэтому ее использование в программе достаточно странное. Она ничего не делает. Продолжение следует...